Всем привет! Меня зовут Бычин Кирилл, я разработчик спиннингов Nord Stream. И сейчас хотел бы представить новую серию, которая вот должна уже появиться у нас в продаже. Это спиннинги Proxima. Собственно говоря, представление глобальное я делал на выставке. Вот наконец-то они до нас доехали, поэтому я вкратце немножко расскажу и наверное даже чем-то повторюсь. Ну а дальше уже будут кадры с водой. Собственно говоря, что такое Proxima? Это генезис концепт, то есть это спиннинги, созданные в Китае, но сделаны на топовых корейских материалах при проектах в данном случае. По большому счету это тот максимум, который можно достичь при производстве в Китае. Поэтому цена у них не маленькая, но и как бы не завышенная. Средняя там розничная в районе 12-13-14 тысяч рублей. Что за эти деньги мы можем увидеть? Значит, во-первых, кольца это Seagate LS. Тонкие, легкие, но достаточно надежные, проверенные. Дальше. У нас здесь 1К, настоящий, естественно, не наклейка. 1К, 1К. То есть здесь Комель довольно усилен. Общая концепция Proxima в том, что это тревел, это четырехчастник. И очень долгое время ушло на то, чтобы сделать реально настоящий, хороший, правильный строй, при том, что стыков у нас здесь 1, 2, 3. А не как обычно, значит, единственный стык на двухчастном спиннинге. Что, для чего вообще она задумалась? Собственно говоря, у нас в генезисе есть несколько серий. Одна из них, например, спайкер, чисто джиговая модель и джига-твичевая модель. Это все хорошо, но они двухчастники. Proxima все серии, скажем так, это спиннинги длиной 2, 44, четырехчастные и с тремя разбивками по тестам. То есть тесты 7, 21, 10, 28 и 12, 42. Ну, как бы я считаю, что это самые востребованные тесты. И Proxima, в принципе, это довольно универсальные спиннинги, которые позволяют использовать широкий спектр приманок. Да, конечно, там более тяжелые классы рассчитаны, там, 10, 28 и 12, 42. Они, в первую очередь, рассчитаны на джиг, тяжелую колебалку и упористую вертушку. 7, 21, например, рассчитаны, в первую очередь, на средний легкий джиг, на некрупные вращающиеся блесны, но относительно некрупные, там, от третьего номера, скажем так, если по Аглии. Вот. И, соответственно, крэнки и все те некрупные, но упористые приманки, которые мы можем использовать в дальних поездках. Вся серия рассчитана на то, что вы, как бы, приезжаете в абсолютно незнакомое место, ну, либо там частично знакомые, вам просто удобно вот это вот перевозить в перевозке, и никогда не знаете, какие приманки вы будете использовать. Поэтому строй универсален, средний, быстрый. Комель у нас на всех моделях усиленный, мощный. Для чего? Для того, что обычно на дальней поездке есть реальный шанс поймать что-то зачетное, а может быть даже и трофейное. Вот. И при этом, как бы, все оптимизировано под легкий заброс, потому что, опять же, длина небольшая, надо выжимать, как бы, бывает дистанцию необходимую, поэтому в Proximum мы все дело облегчили. То есть спинник кидает сам, спинник кидает далеко, спинник кидает легко. Еще один немаловажный момент – чувствительность. Скажем так, вот, если мы сейчас будем сравнить со спайкером двухчастным, Proximum в чувствительности ему абсолютно не уступает. То есть мы получаем по итогу полноценный инструмент, ну, определенного теста, да, которым можно решать широкий спектр задач, и по чувствительности как прямой при проводке приманки, там, при поклевке, так и по джигу по дну, он абсолютно не уступает своим, как бы, собрать им. Что нам это, собственно говоря, дает? То есть одна модель, один спинник, ну, под определенные условия, да. Хотите вы ловите на джиг, хотите вы ловите на отводной, хотите вы ловите, там, на крэнки, а вот, например, 10-28 и 12-42, в принципе, им можно твичить, причем 12-42, я уверен, не твичил 130-ки. Да, наверное, не сильно удобно, рукоятка чуть длиннее стандартных твичинговых моделей, но если приспичило, и вы где-то, пожалуйста, ставьте в углер, даже дергайте. Собственно говоря, если коротко, на этом все. Добро пожаловать на воду, и сейчас вы там посмотрите, как все это реализовывалось в боевую. Ну, собственно говоря, Проксима. Оказываю, что это четырехчастник, и как все это собирается. Правильно, мы начинаем собирать с вершины, и никак иначе. То есть первым действием мы собрали первые две части, вершинку следующую, потом вот так, ну и потом уже вот так. Сейчас оснастим катушкой, и, собственно говоря, будем о них ловить и рассказывать вам. Проксима 804М, тест 721. Сейчас покажем, как работать по низам. Условия следующие. Плетенка довольно толстая, 1,25. Голова 8 грамм, ну и твистер 3 дюйма. Смотрим, как мы кидаем. Кидаем мы легко и непринужденно. Ну, собственно говоря, как я уже говорил, это Проксима ориентированно в первую очередь на работе вот по низам. И отбой приманки по дну. Глубина здесь 4 метра, легкое течение. Вот смотрим, как работает. Сейчас упадет. Падение. Падение. Вершинку у Проксима не у любой. То есть, в принципе, не очень мягкое. Но из-за правильно подобранного устроя у нас получается, что все равно из-за высокой амплитуды мы видим визуально, как приманка падает на дно. Плюс ко всему, любое более-менее твердое дно и передача падения идет непосредственно в руку. То есть, в принципе, спиннинг в этом плане, да и не только в этом, очень чувствительный. Поклевки, падение приманок, задевы, касания, все это есть. То есть, собственно говоря, не все равно то, что это тревел, и с чувствительностью, и с мощностью, и, соответственно, с возможностью подсечки у него все в порядке. Ну и как бы рыбы сливает крайне неохотно. Проксима 804М. Смотрим работу на максимальных весах. Традиционно у Нарстрима это подрыв, самый-самый большой напряг для как бы спиннинга в плане именно работы при проводке на максимальных весах, поэтому условия. Плетенка 1,25, голова 22 грамма, достаточно крупный пролоновый рыбка. По забросу. Ну, видно, что это максимально. Дальше уже палка начнет подвариваться, на мой взгляд. Сейчас посмотрим, как она будет подрывать. Глубина десятка, течения почти нет. Сейчас выберем слабину, и можно будет показать. Подрыв. Подрыв. То есть, обращаем внимание, что, в принципе, хотя вершина сгибается, буквально третье колено спиннинга принимает на себя всю мощность, весь этот, скажем так, удар при подрыве, и с этим вполне нормально справляется. Никаких провалов нет. Четко контролируемая проводка. Ну и, собственно говоря, глядишь, как у них судачок. Потому что такая проводка подрывом, это, конечно, в первую очередь судача проводка. Проксима 804 ММАш. Низа. Тест у нее 10,28. Вот 10 грамм голова. Приманка в обринг 3 дюйма. И, как отягчающий фактор, очень-очень толстая плетенка. То есть, это у меня сейчас стоит 1,75. Мы на боевой рыбалке, тут как бы не до легких поклевочек. Садится нормальная рыба, поэтому вот прям реальная ситуация, когда мы приехали здесь никуда, близем-ка с запасом, но надо работать по низам. Смотрим, как работает. Во-первых, давайте смотреть заброс. Заброс легко, то есть спиннинг грузится нормально. Ну и, соответственно, самое главное, если мы говорим про джиг, это, соответственно, проводка. Поехали, смотрим. Там идет такой свальчик метров с 2 до 6-7. Течения здесь почти в этом месте нет. Ну, вот мы аккуратненько ведем. Падение, я думаю, видно очень хорошо. То есть, вот 10,28. Как только я касаюсь чего-то более-менее твердого, там, ракушечки, еще чего-нибудь, падение передается в руку. Ну, а если ты пил, то визуально, по-моему, вообще не проблема увидеть, чтобы она упала. Вообще сервина Проксима по чувствительности очень неплохая. А уж если на течении плетенка, как бы когда ловишь вниз и уже недалеко от лодки идет падение приманки, то вот звон от плетенки четко идет в руку. Это, кстати, показатель правильной геометрии и вообще правильного материала. Смотрим подрыв. Проксима 804ММH с тестом 10,28. Висит 28. Висит немаленькая резинка 4,8. Это Шакал Ритм Вейв довольно тяжелая. Вот покажу, как подрывает. Сейчас подождем, пока утонет. Там не мелко. Вот так видно. Дергаю специально по речи, чем надо. Вот так на всякий случай. То есть, в принципе, вот 28 это реальный предел для подрыва. Поэтому, собственно говоря, и спиннинг оттестирован до 28 грамм. Хотя, как я уже говорил, Проксима это, в принципе, не чисто джиговая серия. Это такой универсальчик с уклоном в джиг и колебло. Проксима 804МH с тестом 12,42. Значит, сейчас тестируем на низах. Показываю, как что работает. Максимально грубые условия. Катушка 3,500. Плетенка 2,0. 12 грамм голова, но при этом достаточно большая объемная резина. То есть, все для того, чтобы не увидеть и не почувствовать. Максимально, да? Но в любом случае, как бы, посмотрите, как это будет работать. Опять повторюсь, потому что, в принципе, Проксим это тревелы. В каких условиях мы будем ловить на них, иногда сам не знаешь. Поэтому всегда берешь что-нибудь с запасом. Поэтому максимально жесткие, нехорошие условия. Палка не джиговая, но как бы на джиге, не чистый джиг, я бы сказал так. Но на джиге она работает вполне сносно. Смотрим. Заброс, естественно, нормальный. Все грузится, как положено. Летит неплохо. Ну, правда, по ветру. Сейчас ветерочек туда. Вот. Теперь смотрим падение приманки на дно. Падение. Падение. Ну, понятно, что через камеру передать не могу. Но как только попадается хоть что-нибудь более-менее твердое, я тут же чувствую это в руку. Если более-менее что-то мягкое, но повершение. Повершение и отрыжки. Правда, здесь она, конечно же, минимальная. Потому что все условия против нас, собственно говоря. Я специально это сделал. Потому что можно было поставить плетеночку 0,6 какую-нибудь. Необъемную приманку. И показать, как все великолепно отыгрывает. Но мы же ловим в боевых условиях. А боевые условия это немножко не то. Что бассейн, как бы, или там какие-нибудь еще идеальные условия рыбалки. А вот так работает Proxima 804 MH на максимальных весах. Груз 40 грамм. Не 42, а вот 40 у меня стоит. И приманка это 12 сантиметров такой виброхвостик. Смотрим, как бы, подрыв. Понятно, что в забросе проблем нет. Самое главное, хотя это, в принципе, не джиговая серия. Но показать подрыв я хочу. Потому что это универсал, который позволяет, как бы, работать в том числе нормально и джигом. Вот уверенно ловится. Верно, главное, просекается и чувствуется все. Смотрим. Так, ну, дергать буду посильнее. Не как обычно, в нормальном варианте. А так, чтобы показать именно изгиб. Вот, раз. Оп. То есть, вот это, в принципе, ее разумный максимум. Вершинка уже сгибается. Но вполне мощности, как бы, и жесткости средней части хватает на то, чтобы спокойно, уверенно, резко и достаточно мощно подбросить вот эту вот 40-граммовую голову с 12 сантиметровой приманкой. Правда, эти 12 сантиметров достаточно тоненькие. То есть, это не сильно тяжелый виброхвост. Он, наверное, весит Гран-Тарр. 7-8 в районе вот этого вот веса. Вот он в падении. В падении понятно, что на таких весах тяжело его не увидеть. Нам главное показать, что когда будет ловить судака, вот этот вот рывковый провод подрывом, собственно говоря, проблем никаких не будет. А вот так работает. О-о-о. Проксиба 804М. 7-21. Ха-ха. Паркинг. 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 Проксиба 804ММХ. Тун-тунчок. Мелкий. Паркинг. Паркинг. Ха-ха-ха. Детский сад пошли. Ага. Актер да? Не, садачок. Ну, какой-то маленький. Кирилл, а где спасибо гаду? Че-то не крухар. 804ММХ. С 8-ми грамм. Роксим. Ох, гоники. как пушечек вот они живут там вместе окуни и щуки вот так работает прошла 804 м аж вот что-то села с глубины до вина а вот хотя бы надо ослаблять повезло а то бы вот это проксима да так играл сарака жила бы здесь